Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 30 мая и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках. И начнем как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня с утра мы видим уже закрепление ниже отметки 1.1160, что в свою очередь открывает перспективы краткосрочной нисходящей тенденции по данному активу. Среднесрочный уровень, напомню, находится в области 1.1070, поэтому на текущий момент пара евро-доллар снижается. Если закрепимся ниже отметки 1.10, то уже вероятность снижения в области 1.08 будет по данной паре. Но вполне вероятно, что мы увидим разворот вблизи как раз уровня 1.10, что позволит нам присоединиться по данной сделке уже по следующему движению в область 1.12. Пара британский фунт и американский доллар остановилась после того падения, которое было в пятницу. Напомню, дошли до отметки 1.2774. Вчера мы закрыли день на росте. Сегодня с открытия пара уже несколько скорректировалась, но пока не был обновлен минимум предыдущей торговой сессии. То есть уйти ниже отметки 1.2773 пока еще не смогли. Для того, чтобы говорить о завершении данной коррекции, завершении данного коррекционного движения, нам необходимо увидеть закрепление пары выше, по крайней мере, отметки 1.2849. И уже после этого мы можем рассматривать сделки на покупку в сторону основного тренда. В свою очередь сейчас пара торгуется вблизи довольно-таки сильного уровня поддержки. Это область 1.2770. Если все же уходим ниже этой области, то тогда открываются перспективы на дальнейшее снижение пар британский фунт и американский доллар. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайший коррекционный уровень на текущий момент, который мы можем отметить, находится в области 0.7460, максимум, который был 26 мая. Сегодня уже видели попытки обновить минимум в области 0.7422, это минимум, который был 26 мая. Но пока еще австралийцу это не удалось, поэтому следующая цель это уходим ниже отметкой 0.7416, ну и уже как цель среднесрочное движение в области 0.73. Пара американский доллар и японская и иена также продолжают свое нисходящее движение. Ближайший среднесрочный уровень находится в области 0.1216, это максимум 24 мая. Ближайший краткосрочный уровень, который будет актуален, например, для часового таймфрейма, находится в области максимума вчерашней торговой сессии, так как уже нисходящий импульс мы видели сегодня с утра. Поэтому область 0.1147 будет интересна именно для краткосрочных уровней. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое нисходящее движение. В рамках среднесрочного уровня мы отмечаем область 1.3541. В рамках краткосрочного движения мы видим, что пара сегодня с утра уже закрепилась выше максимума вчерашней торговой сессии, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем ожидать восходящее движение. Вновь задуматься о продажах мы сможем только после того, как цена уйдет ниже отметки 1.3426. Это уровень, который мы сможем обозначить на текущий момент. Пара евро-фунт закрыла вчерашний день в отрицательной зоне. Евро подешевела по отношению к британскому фунту. Мы это видели вчера. На текущий момент тенденция также остается на понижение. И в свою очередь сейчас мы видим краткосрочную коррекцию по паре евро-фунт. А ближайший среднесрочный уровень по данному инструменту находится в области 0.8602. По индексу DAX мы видим попытки продолжения нисходящего движения. И ближайший коррекционный уровень по данному активу находится в области 12.714. Золото продолжает свое восходящее движение. Ближайший среднесрочный уровень находится в области 1.252 доллара за тройскую унцию. Ну и здесь во внимание важно взять минимум, который был зафиксирован вчера. Это 1264 доллара за тройскую унцию. Как ближайший краткосрочный уровень по данному активу. Нефть марки Brent продолжает свое движение в попытках восстановиться. Вчера уходили выше отметки 52.36. Пытались закрепиться за этим уровнем. Сегодня также за данной областью по нефти марки Brent будем следить. Если все же удастся закрепиться выше данной отметки, то тенденция на укрепление по нефти будет наиболее вероятна. В свою очередь уходит ниже отметки 51.83. Открывают предпосылки на дальнейшие продажи по данному активу. Ну и индекс доллара после открытия вчерашней торговой сессии обновили локальный максимум. Ушли выше отметки 97.40, то что мы отмечали вчера. И сегодняшний день также был открыт с гэпом. То есть на текущий момент мы видим краткосрочное укрепление по индексу доллара. То есть тенденция на текущий момент идет на укрепление. И ближайший коррекционный уровень по данному инструменту мы можем отметить в области 96.96. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Ваши вопросы, как всегда, оставляйте под комментариями. И увидимся уже на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok